Несмотря на ненастную погоду, у Центрального парка Республиканской столицы собралось множество людей в спортивной форме, пожелавших принять участие в благотворительном марафоне «Бег ради жизни». Здесь и депутаты парламента Карачаева-Черкесии, и сотрудники государственных учреждений и организаций, молодежь и пенсионеры. Всех их объединило одно желание. Мы пришли не для того, чтобы победить сегодня, мы пришли, чтобы поддержать, чтобы помочь. Помощь детям – это святое дело. Дети – самое главное, что есть у нас в жизни. Если какому-то ребенку сегодня, сейчас нужна помощь, мы всегда готовы прийти и помочь. Мы просто не могли остаться в стороне от такого события. И поэтому сегодня самые молодые, самые активные сотрудники пенсионного фонда здесь. Мы внесли свой посильный материальный вклад и побежим, чтобы помочь детям. Мы просто от себя, ни от какой организации. От души, от души. Откуда узнали, что будет марафон? Мы каждое утро ходим на Зеленый остров, делаем там зарядку. И там мы услышали об этой акции. И сами с удовольствием принимаем в ней участие. Своебразным билетом для участия в акции стала ее эмблема, которую любой желающий мог приобрести тут же за 150 рублей. Но посильную материальную помощь оказывали и те, кто не собирался преодолевать дистанцию марафона. Перед забегом необходимо провести разминку, что и было сделано под руководством профессиональных инструкторов фитнес-центра «Реактив». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы! И вот участники марафона к забегу готовы и организаторы дают старт. Дистанция составляла несколько сот метров. И уж где-где, но в этом забеге действительно была главная не победа, а участие. Тем не менее, неугомонная молодежь прямо со старта вырвалась вперед. Ну разве ее остановишь? Кому-то, возможно, будет трудно поверить, но организатором этого масштабного благотворительного мероприятия изначально был всего лишь один человек – учитель физкультуры Адыгихабельской школы Асият Хакирова. Позже ее благородную инициативу поддержали Республиканское министерство физической культуры и спорта, Минздрав КЧР, региональная общественная молодежная организация АСАЛАН, затем присоединились спонсоры и партнеры акции. Сейчас в АСЕРСИ очень широко распространен опыт таких вот подобных забегов. И мы решили в нашей Горчаево-Черкесской Республике тоже впервые спортивно-благотворительное мероприятие объединить и провести. К кому вы первому обратились с этой идеей? К первому мы, конечно, первому помощник – это Министерство спорта Горчаево-Черкесской Республики. Они помогли очень много, молодежные организации различные, вся республика откликнулась. Самыми старшими участниками благотворительного марафона стала семейная чета Юндиных, а самой молодой – шестилетняя Сабина Шевхожева. Как уже говорилось, здесь не было победителей и проигравших. Победа была общей и заключалась она в добром деле. Все собранные средства пойдут на адресную помощь детям больным онкологическими заболеваниями, информацию о которых предоставило Министерство здравоохранения Республики. Ну а участникам марафона в награду досталось бодрое настроение и ни с чем не сравнимое чувство, что ты сделал что-то хорошее. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.